да у нас в ящике стоял он кому-то их собирали для прослушки для сравнительной ребята смотреть вот еще какая фишка вот приходит короба да они просто внутри голый мдф в идеале даже если вы дешевые вибры здесь за вибрите дешево на херово липнет тут лучше все-таки хорошую брать тут много не не прийти не переплатите и внутрь заполнить синтепоном как это сделать я вам покажу немножко позже ребят всем привет вы на канале автостили арзамас меня зовут дима я давно давно вам обещал снять сравнительный тест и обзор 10 дюймовых сабвуферов диаметром 25 сантиметров для с кью ну давайте будем честными в наше время с кью это уже 80 тысяч и дороже то есть эти сабвуферы не способны давить децибелы эти сабвуферы созданы для того чтобы надувать салон чтобы воспроизводить тонально точный бас и мы их сегодня сравним лоб в лоб в одном наверное том же корпусе и так поехали у нас 1 2 3 4 но это еще не все было гидро десяточка мощная летая корзина вшитые подводящие классный мягкий такой артикулированный басок амп сву-10 мощная летая корзина сдвоенная звуковая катушка таких мы используем очень часто в инсталляциях в том числе свою машину я поставил себе такой helix к 10w очень часто вы их спрашиваете и просили сравнить тоже на обзоре ребят все эти саба мы купили для того чтобы сравнить их непосредственно друг с другом ну helix и штампованная корзина тоже сдвоенная звуковая обмотка и очень жирная плюшка у него гриль гриль вот такой отдельный если прикупить он получается в районе двух а то может быть даже и трех тысяч рублей герц cs250 это двухомный динамик они есть четырех и двухомные он здесь без окантовки без гриля но гриль здесь идет опцией один из моих любимых сабов в инсталляциях мы их тоже очень часто применяем и давайте в режиме онлайн бросаем взгляд на morel prima 104 классный сабик тонально точный таких мы ставим тоже много у них есть своя оригинальная решеточка и особенность этого динамика что он крепится на шести точках не на 8 как все а на 6 идем дальше многим любимый gel audio 10 w 0 в 3-4 ты 4-омный бюджетники и динамик 9700 рублей его цена легендарнейшего крутого американского бренда марки джей это самые 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 низкая линейка да он стоит 10 тысяч рублей он не внушает сильного доверия но тем не менее за свои деньги он хорошо плотненько справляется своей задачей постеры по воспроизведению инфра низких частот очень очень неплохо спору нет хороший бас джель начинается с w 3 линейки который сейчас уже стоит 30 тысяч рублей да правда жизнь такая как сейчас помню у меня стоял w 3 десятка и стоил он всего 7200 но это был далекий 2007 год джейли есть вот такие вот образцы slim версии так скажем мощнейший звуковая катушка гриль такой совсем недавно мы ставили в mercedes мы такие ставили тоже и в рено дастер и так далее идем дальше нам еще нужен best balance как же без него серия с w 10 c весьма такой тяжелый малыш играет в очень компактным объем ему надо всего 13 литров мощный такая звуковая катушка магнитопровод мощный защита кружинные терминалы с каждой стороны то есть их тоже можно подключать параллельно последовательно ребят сейчас давайте пробежимся так а у меня рук не хватит нести пробежимся по техническим характеристикам и параметрам каждого из них сильно зацикливать внимание не буду там на параметрах телесмола диаметре звуковой катушки и так далее то есть бегло они примерно одинаковые у них примерно одинаковая мощность это 300 400 500 ватт диаметр 10 дюймов глубина посадки тоже всех примерно одинаковые но в каких-то случаях примеру мы когда отталкиваемся при выборе сабвуфера спрашиваем защищаем диффузор динамика или нет примеру джели идет свой фирменный гриль он стоит там почти трешку с гу по-моему до 10 лет сереж к блэк гидре можно поставить любой универсальный св10 мы ставим ау русские гриле на втулочки выдвигаем чтобы диффузор динамика не бился и получается люкс у helix смотрите какой богатый вид но внешка до решает хотя у helix и самая такая звонкая по на первый взгляд корзина герц морель и без баланс сергей мне подготовил много обучающей литературы это у нас теория практика у нас будет во второй части видео давайте погнали best balance 12400 рублей стоит этот сабвуфер номинальная мощность 300 ватт максималка 550 рекомендованный объем производитель 15 литров но даже еще раз повторюсь в 13 будет играть ну что еще хочется заострить до штампованная ставят стальная корзина но очень жесткий толстый металл и как заявляет производитель неожиданно глубокий 20 для 10-дюймового сабвуфера вас молотит плотно и увесисто не все двенашки до него не дотянут реально хорошая штука проверим в деле уже в машине блэк гидра hgs 2521 помните мы в том году собирали bentley как она chrysler chrysler 3d короче такая маленькая как crossfire там стояла два таких саба мы их поставили хотели поставить магнитами наружу потому что вот эти вот спицы обтекаемые так красиво смотрится по параметрам он сейчас идет по акции 11000 40 рублей на очень часто акции до розничная цена у него 12 990 10 дюймов 2 дюйма звуковая катушка диффузор из прессованной бумаги 230 ватт номинальная мощность каркас звуковой катушки выполнен из алюминия что способствует дополнительному отводу тепла и позволяет избежать эффекта температурной компрессии кратковременных повышения активность протеления обмотки на пиках сигналы как следствие сужения динамического диапазона такие страшные слова очень часто пишите там вот туда-сюда ребят вот мы когда ставим сабвуфер машину да мы либо кайфуем от него либо он гудит пердит и вообще отдельно играет вот фронта так что вот давайте не будем заострять внимание на этих умных словах простым языком я вам постараюсь донести давайте джи элечка джель 9700 рублей его цена это самый дешевый из всех представленных сабвуферов умение звучать точно и громко это фирменный конек серия дубль в 0 ну еще раз повторюсь это бюджетный сегмент марки джи эль у них есть дубль в 3 дубль в 6 дубль в 7 мне очень нравился я стоял когда дубль в 6 но сейчас стоит сотку представляете как вот все изменилось хотя на сегодняшний день в связи с экономической ситуации ну сейчас еще что-то подорожает и несомненно вырастет в большую сторону основным преимуществом джели является то что производитель всегда в своих мануалах и вот в литературе к динамику показывать реальные и честные характеристики и и рекомендованный объем который предоставляет инженеры джели они совпадают работ тютельку в тютельку это единственный производитель который не пить журнал автозвук это подтверждает помните раньше там заявка факт там лидер а за такие вот моменты так морель прима 104 рмс 250 ватт пиковые 500 ребят но реально ему надо больше тяжелая подвижка требует большей мощности 250 ватт ему будет просто мало и толкнуть вот эту подвижную систему такой мощности но маловато 2-дюймовая катушка однослойные конструкции двигателя с вентилируемыми магнитами так в динамиках морель используются звуковые катушки которые в три раза больше чем в обычных динамиках это первая серия до прима потом идет алтима вот у меня в хонде стоял алтима там 5-дюймовая звуковая катушка его цена там уже сейчас за 30 тысяч рублей ну звучок конечно бесподобный очень артикулированный быстрый и тонально точный бас а mpsv u10 как заявляет производитель это сабвуфер самого аудиофильского типа размера 10 дюймов рассчитан на подклонников качественно точного звучания воспроизводит четкий упругий бас точно такой как записано в студии 11 900 его цена собрана литой раме и не приз не прессованная целлюлоза это материал диффузора 400 ватт номинальная мощность 89 децибел чувствительность и рекомендованный объем 17-24 литра ребят идеальнейший объем это 19 литров герц с 250 11 700 его цена может играть также в компактных объемах от 16 до 20 литров спокойненько уверенно себя чувствует а чеха у него очень ровненько и честно вам скажу что наверно тут один из моих любимых сабвуферов серии чем-то на удачные итальянцы постарались поработали и сделали вот такой продукт даже взять немаленький автомобиль к примеру средний эстетический кроссовер от средней мощности там 500 600 ватт басок получается очень объемный в меру артикулированный я не зову его там эталонным но удовлетворяет требования не искушенного слушателя и даже есть у кого с чем сравнить с дорогими системами все отмечают хороший плотный басок этого динамика звуковая катушка 35 миллиметров намотана медным проводом на каркасе из фиберглаза умные слова опять у нас повторяется чуйка 84 децибела диффузор из пропилена и за центральным пылезащитным колпачком расположена акустическая камера которая связана с объем корпуса через вентиляционные отверстия в кольцевом адаптере крепления группы звуковая катушка дроп спайдер дроп диффузор и радиальное отверстие в корзине динамика опять кашу вас в голове будет опять будет спрашивать а сука почему это вот так а у этого так и вот у этого к н и до кофе цели искажения там примеру на 02 отличается ну и helix к 10w вы давно просили чтобы мы его включили в обзор мы не часто но мы их ставим они у нас будут в продаже они мы их будем ставить также из особенностей экстремально жесткий бумажный диффузор с влагостойкой пропиткой потом двойная вентиляция звуковой катушки для максимального охлаждения при высокой подаваемой мощности мощность рмс у него 300 ватт максимальная мощность 600 ватт импеданс вот этих звуковых катушек 2 плюс 2 ома то есть если мы подключаем их последовательно у нас получается 4 ома да если подключаем в параллель то будет усилитель который будет работать на этот динамик будет трудиться в 1 ом в с q конечно лучше использовать высокомные подключения дубль в 6 у меня был подключен 8 ом от dls а 6 сериал тиммейт контроль конечно отменный но мы всегда упираемся в мощность то есть мы должны купить либо дорогой усилитель и подключить в 4 ома либо купить бюджетный усилитель подключить его в 1 ом но грязи в 1 ом будет больше так вам скажу диффузор из бумаги материал подвеса резина удобный надежный металлические клеммы для подключения проводки и еще раз отмечу огромный жирный плюс гриль в комплекте выкину решили от 4 и даже на разборке же не продать ребят огромное спасибо хочу сказать нашим партнером друзьям из города ульяновск сабвуфер бокс мастер юра огромное спасибо эти короба я заказывал специально для теста но в связи с тем что спрос великий у нас ситуации будет такая мы вкручиваем сюда сабвуферы и потом сравнительным так скажем эксперименте будем сравнивать их в машине и так скажем конечный вариант я вам обязательно расскажу есть у нас чего сабвуферы десятки закрытые объемом 22 литра и 18 вот наверное всех мы будем сравнивать все-таки десяточка больше а хотя хотя у джельки мы очень часто ставим в таких больших объемах да смотри мы на все найдем юру специально для обзора сделали еще с двойной стенкой закрытые ящики вот 5 6 и 7 как раз в один меня стоит в тачке один там на витрине и здесь 5 о все елочку газовым дальше ребят у нас параллельно в работе mitsubishi outlander или mitsubishi outlander в общем про эту тачку видео будет на втором канале здесь акустика будет флакс его от факала сабвуфер флакс его но мы плавно перемещаемся вот такому жирному сабвуферному звену в автомобиле у нас все короба на месте динамики в коробах все они в определенных равных условиях за исключением то что джель аудио объемчик нужен немножко побольше здесь 22 литра то что доктор прописал давайте сейчас начнем слева направо и забегая вперед скажу что любой из этих динамиков вы можете потом после нашего теста приобрести со скидкой в 20 процентов ну по сути мы их не будем мы их не будем мучить мы просто послушаем вам видео покажем ну и минус 20 процентов на каждый по сути слегка размятый сабвуфер вам бонусом ребят первый сабвуфер у нас амп с в 10 мы сейчас будем включать тестовый трек барабаны обратили внимание да здесь нету в ч с ч обзор с этой тачкой обязательно вам сниму немножко позже как они приедут нас обтяжки ну и так поехали у нас датчик и спель лап я поставил от 20 до 200 герц нас больше не интересует так громкость у нас давайте обусловимся будет 36 на панельки управления сабвуфер на 60 сабвуферный моноблок у нас получается басовый моноблок да а mp1 это 500 ваттный усилитель так поехали включаем так сейчас мы 100 а а Субтитры подогнал «Симон» Я думаю достаточно, ну примерно я смещался и микрофон у меня стоял как раз на уровне правого уха Так, ручка что-то плохо пишет, я так для себя, для анализа пишу средние циферки, 104 dB это было максимум Так, меняем сабвуфер и повторяем процедуру Так, сейчас поставили десяточку Black Hydra Так, здесь старт, всё, поехали Субтитры подогнал «Симон» Прикольно играет Хотел «Хеликс», а там по ходу пьеса шёл «Морель Прима-104» Так, имитируем Старт И старт «Морель Прима-104» Никаких эмоций у меня не вызвал Он слегка размазан даже показался мне 36-я громкость, здесь ставим Старт И у нас сейчас «Хеликс К-10W» Игрка-104» «Все сопереди» Пativas «Акстер» «Симон» «Э profound» Ви süси-пехи hired Субтитры сделал DimaTorzok 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 Небольшие технические траблы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Ну и сейчас мы поставили сабвуфер марки GL Это помните там тачка на прокачку Погнали ребят Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но все ровненько и вкусненько Ребята мы плавно передвигаемся Вот к этой елочке Низкочастотного звена Давайте Best Balance Плотненький На слух Очень приятный И по ощущениям По ударам в спину Ну я ему отдам Так скажем Один из наиболее высоких баллов Удачное изделие Но опять таки повторюсь объем для него можно убавить герц сесть 250 немного гулкий но очень плотненький приятный обволакивающий бас по звуковому давлению он один из самых таких громких и то есть при той же мощности при одних и тех же параметрах не убавить не прибавить так скажу helix мне он показался немножко гулким но виду того что все-таки ну штампованные корзины и ну так скажем дешевый как бы арматуру вот это вот возможно ему надо мощности больше потому что все-таки масса подвижной системы масса подвижки целлюлоза тяжелые и нужно толкнуть морель слегка размазан немножко тише чем другие участники но по опыту прожитых лет могу сказать что морель мощности надо больше несмотря на то что производитель заявляет все 250 ватт рмс black hydra ничем не отличается от других где-то лучше где-то хуже имеет право на существование установки вашу аудиосистему приятный басок ничего хорошего ничего плохого не скажу так скажем без эмоций а mp svu-10 по громкости они что-то схожие с без балансом с герцом и с этим но все-таки конфигурация литая рама грамотное вот изготовление подкупает то есть по внешке он очень приятный но по игре по объему по ощущениям тоже он как бы вырывается у нас в лидирующие позиции давайте обязательно нас рем в комментариях обязательно напишите особенно эксперты есть у нас такие что а мы использовали в одних и тех же объемах разные динамики это раз во вторых напишем что это все несправедливо 2 3 усилки нужны под них разные ввиду того что коммутация подключения и омность которую мы выбирали обмоток тоже разное ребят но но не то что свое оправдание а вот напишите пожалуйста как вы бы хотели увидеть к примеру тест мы можем сделать 12 сабвуферов 12 дюймовых сабвуферов примерно в таком же ценовом сегменте что хочется сказать любой из этих сабвуферов абсолютно любой достойна стоять вашей аудиосистемы когда вы задаете вопрос когда мы выбираем аудиосистему мы обычно отталкиваемся не от сабвуферного звена а от все-таки от фронтальной акустики да вы послушали в стенде пощелкали да и чувак мне нравится больше audison да если audison мы вяжем это либо джейли аудио либо герц либо чем обычно марель к примеру да если вы выбрали акустику герц ну да ну не надо там бегать от бренда к бренду до собираем на герце если выбрали амп то тут уже очевидно если вы к примеру хотите собрать на аудио фишере да ну helix ваш вариант да если вам нравится немецкий звук best balance очень универсальную акустику best balance очень достойно ну и соответственно я вот не любитель разношерстных вот этих вот брендов то есть выбрали пионер ставьте пионер производители тоже не дураки они параметр подбирают именно под свою акустику если вы любите итальянский звук до собирательный итальянцев если любите немецкий звук собирайте на это на хеликсах браксов и так далее ребят мне хочется поблагодарить вас за то что вы досмотрели это видео до конца мне хочется благодарить вас за то что вы обязательно поддержите нас в комментариях и нажмете красную кнопку подписаться это мой второй канал d.v. там и каждый день выкладываем видео с алексеем ивановичем и с готовыми сборками аудиосистем секс наркотики рок-н-ролл все в этом духе без цензуры спасибо вам еще раз двигайтесь музыкой быть добру до скорых встреч жду ваших комментариев